Синий свет в больничной палате. Койка, костыли и человек, сходу привлекающий внимание зрителя истории о своей нелегкой судьбе. Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная стрелка» открылся спектаклем «Сибирь», трагической буфонадой о смысле жизни, рассказанной единственным актером. Этот спектакль не принимает участия в конкурсной программе, но в зале аншлаг. Ты понятия не имеешь ни о первой Сибири, ни об этой второй. Там был холод. И здесь тот же самый холод. А вот там я мог, по крайней мере, учиться. Да я мог учиться. Конкурсная программа откроется 6 апреля. Первой постановкой, представленной на суд жюри, станет моноспектакль «Сомн» в исполнении актера столичной мастерской Брусникина. Ожидаю смелости, новизны как таковой. Потому что, мне кажется, для искусства, неважно, какого театральное, это искусство музыкальное, всегда важен элемент какого-то обновления. Личные критерии всегда, в первую очередь, связаны с эмоцией. А именно, ну просто от последнего моего впечатления, там, в «Дочи-театре», я увидел, а, фантастическую пьесу, я увидел, б, блестящую актерскую игру, и я увидел, ц, фантастическое режиссерское и техническое решение. Идея проведения фестиваля конкурса принадлежит основателям Центра театрального мастерства, художественному руководителю Евгению Пыхтину и главному режиссеру Александру Сучкову. Основной источник финансирования – средства, полученные в результате победы проекта в конкурсе президентских грантов. Театральную стрелку поддержало и Министерство культуры Нижегородской области. Действительно яркое и значимое событие для всего города, потому что это позволяет не просто нанести Нижний Новгород на театральную карту России, но я считаю, что это не точка, а прям такая большая, уверенная заявка на то, что мы являемся действительно значимым центром театральной культуры. В театральной стрелке примут участие независимые театры из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов. Нижегородцев ждет насыщенная конкурсная, внеконкурсная и образовательная программа. Фестиваль продлится до 26 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok